Давай книжку вытаскивай. Ну, пошла съёмка. Да? А я с кисточкой. Только помыл кисточку. Хотел Неле показать, чтобы она у картины стала. Она вот книги вытаскивает, чтобы я подписывал. Нелечка, кому это? Кто у нас выиграл по конкурсу? Ой, 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 ой. Девушки все такие растеряки. Она такая аккуратная, Нелечка у нас. Красавица. А какой у неё Мишка, сыночек, режиссёр. А какая дочка, певица. Она уже закончила оперную свою школу? Нет, ещё. Два у нас конкурсанта. Так, которые выиграли по конкурсу. Так. Это Алексеева и Котин. А Алексеева это была у нас такая конкурсантка, которая в первую разу у нас одна. Да, да, да. Наташа, ты как бы так неизначай с Нелли переведи на картину, чтобы видно было. Потому что вчера как раз был искусствовед, который сказал, что ну эта картина не очень, он сказал. Ты говори, ты вот это. Но она же сейчас лучше стала, потому что я за этот вечер уже её улучшил. Он же сказал, ты должен больше не выписывать красоту женскую. Это все умеют делать. Ты, говорит, делай свободнее, ты делай драматичнее. И вот я её сделал драматичнее. Ну, ещё раз покажи, чтобы было видно с этой точки зрения, как драматично. А теперь на Нелю. Ты хочешь сказать, что теперь она похожа на Нелю? Нет, на Нелю, которую я рисовал, сейчас покажу. Я с Нелли рисовал, когда мы с Нелли делали мастер-класс для желающих, которые хотят научиться рисовать. Не рисовать, а иметь дух рисования. Не рисовать на колодку, у нас всё поддоро. Может, я и сниму? Да, да, лучше поддоро. Да, с ними. С ними там все увидят мои книги и на английском, и на французском, на разных языках. А сейчас мы выпускаем новую книгу. Нелли нашли тагент. И глаза Нелли. И мы как раз... Я думала, что вы скажете, что тут уже нет Нелли, оказывается, ещё есть. Есть, есть, глазки. Да, сними, сними глаза. А там не жула каляка-маляка. Нет. Посмотри, какие глаза чудесные, да? Не, ну, глаза... Посмотри, ну, Нелли, ну, Нелли. Я её так и назову Нелли. Литогент. Наш литогент, который мне помогает издавать книги. Глаза сейчас даже оставили. Слушай, ну, ещё раз покажи, глаза какие-то там. Нелли, покажи глаза. И на картине глаза. Покажи. Давай, давай ещё. Ещё. Потому что каждый раз, когда человек смотрит, он смотрит с новой точки зрения. Да. А если мы скажем, что это шедевр, все это увидят, что это шедевр. Смотри, какие глаза, да? Чудесные. Нелли, я немножко сделаю так, чтобы было всё-таки ближе к тому, как было изначально, чтобы было с тебя. Да, сфотографируем. И в книге у нас будет 30 картин. Две. 32 картины. Как она будет у нас называться? Ну, у меня-то она называлась как-то, но издательство всегда своё внедряет туда, в название, ради распространения у них свои какие-то цели. не помнишь, литогент. Гениальный литогент. Да. Но главное содержание, название. Конечно, там название есть кусок моего. Но мы ещё потом скажем, изначальная версия названия была такая. К свободе эти, что-то такое. У нас раньше было от страха к свободе. А, да. А её выпустили, правда, она стала в статусе бестеллера. Её выпустили не от страха к свободе, а выпустили метод-ключ от комнаты страха твоего мозга. Ну, это коммерческий интерес продаж был. Я же не коммерсант, я не издатель. Вот она. Вот её выпустили, и она получила статус бестеллера. Не я это себе присвоил, ни в коем случае. Это там как-то делается. Издательство. Издательство, да. Потому что такая была востребованность книги большая, что они второе сделали издание. Сегодня вы нам передаёте новый текст? Не сегодня, а в течение четырёх-пяти дней. Хорошо. Ты же сказала, вы на днях сделаешь, я сказал, да. Да, ну, хорошо, но я ничего не... Не, я при всех заявляю. А мы зрители обрадовались. Да, да, ну, книга будет. Ну, вообще, там я гарантирую, налять. Поэтому я её долго так писал. Там такие вещи офигенные, но это вообще даже... Я просто горжусь тем, потому что я как бы смог это сделать. Но мне ещё четыре дня. Да, пожалуйста. Да, четыре дня. Ну, какая картина? О-о-о. Ну, хорошо. Будем подписывать. Да? Подписывай. Да. Ты садись, а я пока картины покажу. Да, покажи. И вон там подушечку убери, около пианино и покажи картину цветы. Да? Давайте цветы расскажу. Да, кстати говоря, искусствоведу, который членкор и советник, директора Пушкинского музея изобразительного искусства, понравилась очень моя картина, которая называется Глазами Вселенной. Да, давай я покажу на этаже Глазами Вселенной. А это, сказал он, хорошая картина, да, хорошая. Да, она вам сказала цветно-кладкая, да? Нет. Про какую он сказал? Про цветы? Нет, нет, не про цветы. Там про одну. А, вот эта он сказал, тоже неплохая. Вот эта? Да. Или эта? Она мне тоже очень нравится. Это тоже вот рядом столик на двоих у моря. Вот там тоже ему понравилось, говорит. Хорошая. И вот эта понравилась ему. Духи деревьев. Духи деревьев? Духи леса, да. Духи леса. Да. А еще понравилось. Аквариум ему понравилось. Вот аквариум. Да. Давай духи леса мы снимем. Сейчас я покажу. Какую он сказал сладкая, слишком. А, вот пианист ему понравился. Ему понравился. Про него он сказал? Нет, сейчас я покажу. Пианист ему понравился. Да, он говорит, хорошая. Вот ему показалось сладкое. Вот это вот. Он сказал. Ну, так себе. Он говорит, что очень красивые девушки у вас на картинах. Да. Он сказал, ну, так себе. Да. Слишком лицо такое. Сладкое, он сказал. А вот это Духи деревьев, деревьев, леса, он как увидел, говорит, слушай, тут замечательная картина. Да. Ну, вот видишь, ему такие нравятся. А, вот это он тоже очень, очень, парус. да. Да. и дедушкин дом. А? Да. Хорошая, правда? Хорошая картина. А, теперь издалека увидела, да? Да. Понравилась, да? Ну, конечно. Наконец-то, Нелечка. картина надо смотреть со стороны. конечно. Заценила, да. А, ну, вот, сними оттуда, танцовщицу. Танцовщицу оттуда сними. Вот. А, это мне Наташа посоветовала зеленую ей платьице сделать. Да. Говорит, зеленую лучше. Ну, сделаю. коллективное творчество, коллективный разум. Кстати, так никто не рисует. Это целое направление я придумал. Да, мы со всеми участниками школы, там 60 тысяч подписчиков, желающие мне дают советы, а я рисую по их советам. И получается, вот пианист получился, шикарная картина. Да. И вот это мы делали тоже вместе. Ну, там много у меня хороших картин. Да. Ну, хорошо. Давай, садись, подписывайся. Давай, подписывайся. А то у меня тут что-то мигает, наверное, Монизирующий как-то раз. Да, ты себя тоже там покажи, чтобы видно было, что писатель наш. Да, надо камеру поворачиваться, те, что не освоили. Да, из Белоруссии Наташа Кузьмина, наверное, обещала ее тоже не задерживаться зданием, да, что там происходит. Там же вся Белоруссия, наверное, ждет, не только... но скажи, да, ну скажи, Нелечка, что там с издательством? Да, кому подписать? Алексеева и Наталья. Так, сейчас подожди, я это уберу. Да, просто сверни. Так, Алексеева и Наталья. может, падиотору вам потеплили? Давай, выбирай. Я подготовил печать. Да, сейчас свою личную, личную, личную печать. Сейчас я подготовлю. Давай, давай, выключай. Я буду сейчас подписывать, друзья, приблиг. Алексеева и Наталья. Ну, ты же говоришь, там качаюсь. Николаевич. Ага. Так, давай, давай. Ты хотя бы одну книжечку подключил. Давай, давай, говори, кому? Алексеевой и Наталье. Да, дорогой. Наталья сегодня писала. Наталья. Отчество нет. Алексеевой. Отхасая. Олив. И поставлю свою печать. Да. и второй? Второй, Котов Александр Николаевич. Да, Котов наш. Котов наш. Да. Да, он выбрал, да, да, Дорогой. Так, дорогому. Александр Николаевич. Так. Дорогому Александру. Николаевичу. У меня подпись такая. Не очень суражная, после шеи, травмы шеи, операции, и я поэтому, но видишь, я подписываю тебе книгу как художник и человек, который в таком тяжелом состоянии, инвалидном, такой счастливый, рад тебе подписать, и поэтому просто подпись такая получается. так что, так что ты уже извини, и печать свою поставлю, как Ленин. Ну, ладно, ладно, друзья, до встречи, спасибо большое, Нелечка, тебе огромное спасибо. Если бы не ты, как мы были бы. Так что, прошу любить и пожаловать до Нелли Зарипова, наш витагент. Теперь печати, Спасибо.